Обработка информации данных. Цель. Понять, что такое обработка информации данных, как обрабатываются данные с помощью компьютера. Научиться использовать компьютер для обработки чисел, текста и графики. Понять. Информацию человек обрабатывает в уме. Рассмотрим пример. Лена обратила внимание на листочек, который появился весной в клумбе. Она стала наблюдать за растением. Девочке хотелось узнать, что вырастет. Ей было интересно, как это будет происходить. Лена наблюдала за изменениями и делала в своем дневнике рисунки каждые два дня, чтобы сохранить информацию о том, что происходит. Кроме того, девочка измеряла линейкой высоту растений и записывала ее под рисунком. Рисунок растения. Высота растения. Первый день 5 сантиметров, третий 10, пятый 15. Через несколько дней девочка сравнила собранные данные по дням и сделала вывод. Каждые два дня растение становилось выше на 5 сантиметров. Составим таблицу, в которой опишем действия с информацией, которые совершала Лена и смысл этих действий. Действие Лены наблюдала за растением, смысл получала информацию о растении, рисовала в дневнике изменения внешнего вида. Смысл действия представляла информацию на носителе в виде графических данных, чтобы ее сохранить. Измеряла высоту растения и записывала ее под новым рисунком. То есть, получала дополнительную информацию о растении и представляла ее на носителе в виде числовых данных. Сделала вывод, который записала под рисунком. Обработала в уме полученную информацию и сделала вывод на основе анализа и сравнения числовых данных. Преобразовала числовые данные о растении в текстовые данные о нем. Когда на уроке математики мы вычисляем в уме, мы обрабатываем информацию. Те данные, которые нужны для получения результата, называют исходными данными. То, что получилось после обработки, называют результатом обработки. Пусть надо решить примеры. Исходные данные. 23 плюс 48 минус 1. Сколько будет? 70. Далее. 369 делим на 3, умножаем на 2. Сколько будет? 246. Обработать числовую информацию, числовые данные, значит, осуществить такие действия над числами, как сложение, умножение, вычитание, деление и другие. Обрабатывать в уме можно не только числовую информацию, но и информацию других видов – текстовую, графическую, например. Обработка информации происходит в уме человека. Рассмотрим рисунок и сделаем короткое описание рисунка. В корзинке из березты разные грибы. Белые, подберезовики и другие. Описать изображение, значит, преобразовать графические данные в текстовые. Мы обработали информацию, преобразовали одну форму ее представления в другую. Рассмотри другой пример. Имеем текстовые данные. По реке плывет лодка. Заменим в тексте точку на вопросительный знак. Получится. По реке плывет лодка. Замена точки в конце текста на вопросительный знак привела к изменению смысла текста. Такая замена – смысловая обработка текста. Рассмотрим еще один вариант обработки текста. Изменение внешнего вида текста. По реке плывет корабль. И по реке плывет корабль. В этом примере изменяется шрифт, то есть форма и размер букв. Но смысл сообщения сохраняется неизменным. Обрабатывать текст можно с сохранением смысла и с изменением смысла. Обрабатывать данные можно не только в уме, но и с помощью различных инструментов. Например, с помощью компьютера. Компьютер обрабатывает данные, которые хранятся в его памяти. Автоматически. Для этого, кроме данных, закодированной информации, в памяти компьютера должны быть специальные программы. Программы составляет для компьютера человек-программист. Программа – набор команд инструкций на языке программирования, которые сообщают компьютеру, как надо обрабатывать данные, хранящиеся в его памяти. Выполни план действия. Рассмотри рисунок. Преобразуй информацию, полученную тобой на основе анализа рисунка, в устный рассказ. Закодируй полученную тобой на основе анализа рисунка информацию знаками на бумажном носителе в рабочей тетради. Оформи свой рассказ с помощью текстового редактора и сохрани данные в памяти компьютера в файле «Обработка информаций данных» в папке «Моё портфолио». Главное. Обработка информации данных – это действие с информацией. Человек умеет обрабатывать числовые, текстовые, графические данные в уме и с помощью компьютера. Компьютер был создан человеком специально для автоматической обработки данных, закодированной информации. Обработка данных компьютером происходит с помощью программ, которые, как и данные, находятся в его памяти. Выполни задание на компьютере к параграфу из раздела «Уметь компакт-диск». В книге «Расширь свой кругозор. Прочитай на досуге текст. Обработка данных компьютером».